всем привет это избавить у нас 13 или просто и мы продолжаем реакции вы очень меня просили по вам даже не с комментариев было чтобы я сделал реакцию на новый трек и новый клип от группы make them suffer ghost of me называется он хотя я говорил что на make them suffer я не особо хочу делать реакции потому что ну опять же кто видел собственно реакция на них однако кстати которая почему-то внезапно не прошла на youtube надеюсь это хотя бы пройдет вот что make them suffer на самом деле это такая для меня очень средняя группа вот хотя они вроде как играют symphony dead core да я люблю опять же симфоничность и такое но люблю совершенно другом виде и вот не как они поэтому как вот этой группе не питая никаких особо чувств опять же они там у них есть прикольные песенки но прям их там по пальцам пересчитать лично для меня но вроде как опять же вы писали вроде как тоже другие реакционеры хотя им особо не доверяю говорят что это прям ушечка это прям что-то новое так что давайте сейчас заценим реально ли это будет пушечка и новая возможно переоткрою собственно для себя группу кто-то мне кстати писал вот я только не помню эту группу или нет что пришло время переобуваться если не про эту группу то ничего страшного в другой группе переобуюсь тут принципе я тоже не против но пока что пока что таких даже намеков у них не было хотя у нее достаточно много альбомов и песен но такого не происходило на короче поехали смотреть на самом деле надеюсь будет баллежно забавно у них клавишница прям с этой как это называется с ручными клавишами я не знаю как это называется кстати она еще и орет когда это ж новые клавишницы как раз по моему еще гитаристы эти забавные в очках блин ну клавишница у них прям отжигает я помню у них такая клавишница раньше была она просто стояла за клавишами ни хрена не делала ну кроме музыки типа да а это прям двигается прям я не очень понимаю что она там поет на самом деле ну кстати нормально она орет короче я пока просто про это не хочу говорить мне вот интересно будет ли в какой-то момент будет ли в какой-то момент вот что-то от старых мейтинг запустим сафар потому что ну на самом деле пока это звучит достаточно хорошо это совершенно не похоже на старое творчество мне это супер нравится она более живое полет более современное и более какой-то но вот именно но такой бы я послушал да и клип выглядит прикольно и если мне это очень вайпа минор флейн дает что клип что трек а я че-то совсем никс почему-то задвинули хотя вроде они у нее волосы я так и знал что кульминация примерно такая будет окей ну неплохо единственная как-то просела вот сейчас когда она пела без инструментов очень сильно просел то есть трек такой типа прям мощненький опять же на побегать вот это все но на флейщина вот это и вот этот момент он немножко посел по динамике опять мне кажется где него было так прикольней ну в целом в целом прям хорошо на самом деле прям молодцы что они в этот сорт пошли ну и вот подкрикивает она прям хорошо так ну что вот мы посмотрели клип послушали трек ghost of me от группы make them suffer и в целом в целом да наверно наверно вы были правы надо было их посмотреть вот и вот здесь да здесь уже совершенно по-другому здесь нет ничего общего со старыми make them suffer я сейчас еще тоже вот ловлюсь на мысли это же та самая группа да ну типа потому что вот те самые make them suffer которые мы смотрели которые я знаю которые тут просто безидейный симфоник дедкор который мне совершенно не нравится и то что мы сейчас посмотрели и услышали это совершенно как будто две разные группы но серьезно то есть вот это прям такое прям очень модерно очень современно и здесь нет никакой симфоники там есть какие-то клавиши типа на фоне да в припеве а в основном во всем остальном это прям электронщины и при всей моей любви к симфонической музыке ну тяжелом металле да я все таки наверное больше склоняюсь вот именно к электронщине к чему-то такому вот именно современному потому что электроника мне таки больше нравится таких жанров потому что опять же симфонические группы там по пальцу пересчитать опять же вот flash god apocalypse да вот все вот это вот но это совершенно другая сцена на самом деле а когда вот именно молодые ребята вот такие вот типа играют что-то новое но при этом добавляя туда симфоники получается что-то непонятно что да то есть мне кажется вот именно вот такая тема больше подходит таким группам ну не знаю короче такое мое мнение в целом-целом мне реально понравилось единственный трек такой типа странный ну такое чувство что вот они прям экспериментировали на самом деле что они решили отойти максимально от своего предыдущего творчества и сделать что-то прям вот новое-новое что у них получилось но получилось пока немножко сухо как по мне то есть мне кажется они еще могут опять же раскрыться плюс тот момент когда их клавишница пела отдельно ее как-то сильно вмиг задвинули то есть непонятно почему вот и какой-то прям вот реально вот этот момент он очень сильно динамику нарушил потому что трек такой а потом бац и ты такой сидишь и я дальше хочу бегать танцевать а не вот это все но в целом прикольно в целом прикольно но опять же клип тоже прикольно сделан то есть он такой быстренький очень хороший хороший монтаж этот гитарист с этими очками тоже понравился который по-моему на фотке как раз ну и в целом наверное если уж говорить то норфлейн норфлейн ребята конечно норфлейн молодцы в этом плане то что они тоже играли достаточно зауныны как по мне джент вот этот прок раньше по-моему именно поэтому они известны не были вот то есть я всегда считал их достаточно проходной группы а потом норфлейн начали играть что-то супер интересное что-то супер электронное интересное совершенно своеобразным вайвом и на них начали так и заглядываться типа как и собственно брингов если бринги это совсем да вышка который там совсем и уже с фапсом есть перимитируют все дела то вот группы которые совсем фапсом не хотят уходить как бы алло есть норфлейн смотрите на такие группы как норфлейн лод да вот а сейчас вот например бренков sacrifice да вот эти группы мне кажется это такие флагманы вот именно современных тяжелых групп на которые надо смотреть и в целом можно подделать то же самое что они и от этого я думаю ничего плохого не будет вот и мэкзем сахар в правильную сторону пошли так что теперь теперь вот после вот этой реакции я готов за ними последить если у них плюс-минус что-то такое будет в виде там и пишки альбома там вообще в принципе нового релиза то с удовольствием это буду слушать и смотреть если будут выходить новые клипы так что с данного момента норфлейн на перекладифицировались в группу за которой я готов следить так что да спасибо всем кто писал как бы это было неплохо это было неплохо даже очень хорошо но мне кажется они могут лучше они могут вот в эту сторону дальше пойти и еще круче сделать будем надеяться что так будет и будем надеяться что они не вернутся больше никогда к этому дурацкому симфоник дэдкору потому что ну это ребят прошлый век уже меня очень забавляло когда я общался тоже с моими друзьями дэдкорщиками вот кто-то из них помню сказал что симфоник дэдкор блэкин дэдкор это будущее дэдкор и я такой чел это уже перестало быть модным в том году ты чё типа ну единственное кто это на этом как бы хайпится это лорна шор вот но как бы про лорна шор сами помните как бы мое мнение вот а как бы вот в эту сторону надо идти вот это звучит как современная музыка а не осетки симфоники и блэкин нет это прикольно в один момент было но потом как-то это уже как-то реально странно слушается так что максим софра молодцы а в принципе все спасибо всем кто посмотрел ссылочке описание нравится нравится знаете больше рассказать нечего ну я реально не было вау-эффекта но я удивлен и удивлен и очень рад что вот они пошли в этот вектор так уж такие дела в принципе все я пошел и пока